Милосердие Божие По данным неблагодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. В сегодняшнем апостольском чтении, святой апостол Павел в лице римских христиан призывает нас к всецелому служению Богу. Апостол пишет, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Жизнь каждого христианина, каким бы трудом он ни занимался в повседневной жизни, должна быть примером истинного и истинного служения Господу. Для человека нет и быть не может задачи более важной и желанной, чем посвятить всю свою жизнь, всего себя, свои дела, свои мысли и свои чувства Господу Богу. При этом человек должен служить Богу не только своей душой, но и своим телом. Тело христианина должно быть посвящено праведной жизни, потому что ему уготовано особое назначение в очах Божьих – стать нерукотворным храмом, в котором будет обитать сам Бог. Именно по этой причине апостол призывает нас представить наши тела в живую жертву Богу. Но почему апостол Павел называет наши тела живой жертвой Богу? Потому что, согласно учению святых отцов, человек может еще в земной жизни с воде и стать вместилищем Бога. И он им становится тогда, когда принимает участие в главном таинстве Церкви – таинстве Евхаристии. В таинстве Евхаристии мы принимаем себя под видом хлеба и вина, плоть и кровь самого Господа Иисуса Христа. С этого момента сам Бог начинает жить в нашем теле. В этом отношении весьма интересно воспоминание преподобного Симеона Нового Богослова, который однажды после принятия причастия, будучи уже довольно преклонного возраста, смотря на себя, рассуждает. Мы делаемся членами Христовыми, а Христос – нашими членами. И рука у меня несчастнейшего, и нога моя – Христос. Я же жалкий, и рука Христова, и нога Христова. Я двигаю рукой, и рука моя – весь Христос. Двигаю ногой, и вот она блистает, как и Он. Неужели может быть что-то более возвышенное, чем такое ощущение присутствия Бога в нашей жизни? В то же время, святой апостол Павел, призывая нас сделаться живой жертвой Богу для всецелого служения Ему, уточняет, что служение Богу может и должно быть только разумным. По мысли святителя Василия Великого, служение Богу должно быть разумным, потому что, если кто-нибудь, как ведомый, ведется, тот совершает служения неразумные, не как движимый собственным стремлением и произволением под руководством разума, а как увлекаемый властью ведущего, куда его ведут, а не куда сам хочет. Но кто по здравому разуму и благому изволению с великою заботливостью всегда и во всем имеет в виду и совершает угодные Богу, тот исполняет заповедь Божию. Продолжая свои наставления, апостол предостерегает последователей Христовых «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Нынешний век – век исполненной суеты и греха. Грядущий же век – век праведный и блаженный. Тот, кто любит мир с его временными удовольствиями и наслаждениями, живет соблазнами нынешнего века, тому неведомо стремление к Высшему и Вечному. Для этого человеку, прежде всего, нужно изменить, преобразить свой ум. Что такое преображение ума? Это, конечно же, покаяние. Пока человек истиннее не покается, он не увидит мир в его истинном свете. А увидев мир, он увидит тогда его опасности и ловушки. Завершается же сегодняшнее апостольское зачало еще одним предостережением первоверховного апостола. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Этими словами апостол предупреждает нас об опасности одного из самых тяжких грехов – греха самомнения, корнем которого является гордость – мать всех грехов. Господь каждого из нас одарил теми или иными дарами и талантами. Сделал же он это вовсе не для того, чтобы мы кичились ими, но для того, чтобы прежде всего мы приносили с их помощью пользу своему нашему обществу и церкви. При этом мы должны помнить, что никто из нас ничего не имеет своего собственного, но все, что мы имеем, от Господа. Чем же в таком случае нам хвалиться? Мы все удостойны благодати и благ от Бога, а значит, повода к нашему самопревозношению нет. Важно, чтобы в своем служении Богу различными талантами и дарованиями мы не вознеслись над другими людьми, не возгордились и не упали в грех тщеславия. Человеческая слава не полезна для нас, потому что усыпляет нашу духовную бдительность и делает слабыми перед соблазнами. Мало кому удается избежать испытания славы и успеха. Для христиан, какими бы значительными ни был их плат в общее дело, должна существовать только и исключительно слава Божия, ради которой все благое и совершается. Мы только сосуды или механизмы, через которые любовь Божия доходит до других людей. Помню об этом, мы никогда не должны превозноситься, но укреплять свою душу смирением, ведь смирение – это та добродетель, которая, по слову святителя Василия Великого, является матерью всех добродетелей, и без которой напрасны и подвиги, и воздержание, и вообще даже сама вера в Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok